Даро пожаловать на пятое занятие школы Roblox 2020. Занятие само будет довольно коротким. Мы дольше будем домашку разбирать прошлую. И домашка будет очень короткая. Этот урок очень важный. Мы будем на нем изучать создание объектов из ничего и клонирование уже имеющихся объектов на нашем форкспейсе. Это будет применяться буквально в каждой игре, которую вы будете делать. Ну, в хорошей игре, конечно. В каких-то простых играх можно без этого обойтись. Итак, давайте рассмотрим домашку. Ну, здесь задание уже перед вашими глазами было. У нас есть какие-то 7 блоков. На прошлом занятии мы их красим в 7 цветов радуги. Надеюсь, у вас сохранился этот плейс. Если нет, то сделайте прошлую домашку. Так, создаем тоже в редакторе, в студио, еще 7 каких-то лучей рядышком. И какое было задание. Первая радуга красится как надо, все 7 цветов. И мы должны в скрипте сделать так, чтобы вторая радуга появилась над первой, вот где-то здесь. И у нее цвет первого луча брался из цвета седьмого луча первой радуги. И чтобы позиции, ну и так далее, чтобы как бы перевернутая радуга. И чтобы эта радуга расположилась поверх нашей первой радуги. Ровно, по тем же координатам, но выше, на сколько-то стадов. И чтобы, и все, и чтобы не падало. Так, ну и здесь у нас есть 2 собачки. Одна должна стать худенькой, другая стать толстенькой. Так, давайте я тут уже кое-что исправил, пока тестировал нашу, нашу, мою домашку, я же тоже делаю домашку, как и вы. Так, давайте запустим. Я сделаю мой первый вариант, показываю. Так, ну вроде лучи покрасились, только она упала и как-то вот так свалилась. Что же я сделал не так? Дело в том, что в домашнем задании, так, в домашнем задании, возможно, нужно, ну не возможно, а точно, закрепление, третий пункт, нужно сделать первым. Чтобы наши лучи не падали. Поэтому третий путь, пур, третий пункт, в котором я закрепляю наши лучи. Видите, я в свойство каждого луча, anchored, заношу истину. Тру-тру-тру-тру-тру-тру. Когда у объекта свойство anchored истинно, этот объект закреплен на месте и не падает. Вы его можете при этом двигать, можете менять его позицию, но сам по себе он падать не будет. Так, давайте посмотрим первые строчки. В R1, в переменную R1, я заношу ссылку путь до нашей радуги первой, workspace rainbow. Game workspace rainbow. Здесь у нас лучи находятся в папке. Ну, то же самое до второй. Это чтобы мне не писать вот такую длинную, мы же с вами переменные изучили, правильно? Зачем мы будем писать такие длинные пути? Так, закрепляем, чтобы не падали наши лучи. Так, а что-то мне вот здесь не нравится. Он ждет 3 секунды. По-моему, у нас сейчас лучи все-таки упадут. 3 секунды это пройдет? Нет, почему-то они не упали. Окей. Немножко это странно. Так, rainbow. Может, у меня там свойства anchored выставлены? Нет. Ну, окей. В общем, вот эта пауза здесь не нужна. Дальше. Видно, что у радуги второй в цвет седьмого луча мы заносим цвет из радуги 1 луча номер 1. Ну и так далее. Здесь все понятно. Дальше. Здесь я создал переменные, чтобы везде эти 24 не писать. На сколько стадов вверх я хочу поднять мою радугу. Если у вас радуга более маленькая или более высокая, вам, возможно, придется изменить это число. Ну, естественно. Я под свои объекты созданные все это делал. Дальше. И дальше вот 7 строчек. Первую я перенес, чтобы она на экран влезла. Видите, как? На самом деле вот какая строчка длиной. Но мы эту строчку можем разбить на нет. Перенести на следующие строчки, чтобы было видно. Давайте я по этой разбил. Опять же, в первой строчке мы с первым лучом что-то делаем, со вторым, третьим, четвертым, седьмым. Работаем мы с лучами второй радуги. Видно, что в позицию первого луча второй радуги мы заносим какое-то новое значение. По домашке мы должны были так, это как луч. Первый луч, да? Вот он, первый луч второй радуги. Мы должны этот первый луч разместить вот здесь. Поэтому я беру координаты позицию. Позицию в пространстве первого луча первой радуги и присваиваю их сюда. Но при этом я еще изменяю. Я делаю так, чтобы этот луч был выше. А иначе я мог бы, наверное, присвоить просто как с цветами. Присвоить цвет одного луча, позицию одного луча другому лучу и так далее. Это не всегда хорошо. Вот такое присваивание. Потом мы с этим свяжемся. Ну, я в двух словах скажу. Если мы сейчас изменим цвет первой радуги луча номер 7, то цвет второй радуги первого луча тоже изменится. Потому что мы для него не создавали новый цвет. Мы просто скопировали ссылку на цвет первой радуги. Если мы с первой радугой что-то делаем, то это отразится и на второй радуге. А здесь мы уже видим интересное слово new. Мы создаем позицию сразу три значения. Координата х. Х, помните, это у нас вот так, по горизонтали. Вот здесь мы видим наши оси. Вот красная ось х по горизонтали. Первое число. Второе число позиции это вертикаль. Как раз сюда нам нужно и добавлять ап. Смотрите, я беру значение y из позиции первого луча, первой радуги и добавляю сколько-то стадов. Видите, у нас в переменной ап лежит 24 стада. А координату z это глубина. Ну, это значит туда-сюда в глубину и к нам. Я оставляю тоже значение. Ну и все то же самое для всех лучей. Единственное, не запутайтесь, что здесь второй луч и здесь второй, здесь второй и так далее. Я, потому что делал копипастом, скопировал одну и ту же строчку и нужно было везде правильно поменять название лучей. Когда мы с вами изучим функции, мы все будем делать гораздо проще. И вот эту домашку сегодняшнюю не стирайте, потому что она вам пригодится для не сегодняшней домашки, а для следующей. Так, ну, вроде бы все работает. Теперь можем переступать к уроку. Если что-то непонятно в этом уроке, спросите в комментариях, вам зрители ответят или я. Все, отлично. Почему так неровно разместились? Смотрите, дело в том, что позиция каждого объекта, например, вот этого кирпичика, вот этого кирпичика, она находится в центре. по умолчанию. Точка привязки в центре. Где-то вот здесь в середине, здесь в середине, здесь в середине. Если бы мы сейчас взяли линейку и измерили расстояние от середины, от центра вот этого луча до центра вот этого луча, сделать бы то же самое со всеми остальными лучами, у нас бы всегда получилось 24 стада. Домашка была бы сложнее со звездочкой. Если бы я сказал, чтобы все лучи должны быть разной высоты, но когда вы размещаете вторую радугу над первой, она должна размещаться ровно на верхних гранях, точнее поверхностях первой радуги. Надеюсь, вы поняли, чтобы не так вот с дырками размещение шло, а чтобы все было ровненько. Так, и еще одно усложнение, но мы с вами это не проходили, вы наверное видите, у нас радуга вот здесь ровно стоит, а здесь лучи повернуты. Почему? Кто может ответить? В комментариях напишите, почему вот так лучи повернуты. И если уж вообще молодец, то можете написать, какую строчку для каждого луча нужно добавить, чтобы луч был ровно повернут точно так же, как луч второй радуги, что был бы ориентирован в пространстве точно так же, как луч первой радуги. Про это у нас будет отдельное занятие, на самом деле у меня на канале конечно это уже есть, про C-Frame прочитайте, посмотрите, там довольно сложно, но интересно. Я буду еще одно занятие про C-Frame записывать более просто. Так, домашка. С домашкой мы закончили, все хорошо. Так, где-то у меня здесь есть уже заготовленный пустой скрипт на уроке, что мы проходим. А сегодня мы должны проходить клонирование. Давайте будем клонировать клонирование и создание. Сначала клонируем вот эту собачку Doggo. Почему эту? Потому что она ближе к игроку стоит. Когда мы начинаем играть. Давайте, у меня уже есть заготовка. Я сейчас не буду игру запускать, потому что, ну или давайте, ладно, запущу. Я ожидаю увидеть клон. Клон Doggo. Ну, клона Doggo нет. Я вижу Doggo собачка такая же, как стояла, так стоит. Итак, как мы клонируем? Здесь вы видите путь до нашего объекта. После этого объекта пишем двоеточие, клон, скобка, скобка, круглые скобки. Это функция. Функция, про которую мы, мы про функции у нас будет отдельный урок, но тем не менее, мы же уже умеем печатать с вами на экране с помощью принта. Функции принта. Здесь тоже самое. И в других скриптах вы, наверное, видели, что это. Что же происходит? Наш Roblox видит наш скрипт. Как выполняется вот эта строчка? В каком порядке? Он видит наш скрипт. Он видит local P, думает, ага, сейчас мы будем переменную создавать. Потом смотрит, что у нас находится с правой стороны. С правой стороны он сначала смотрит, находит объект, к которому мы обращаемся и который потом хотим клонировать. Итак, объект он нашел. Вот у нас наша Doggo. происходит клонирование. Создается клон. Клон реально создается, но он создается в каком-то безвоздушном дниловом пространстве. Дело в том, что у созданного клона у него нет родителя. Помните, как у нас родитель parent? Вот так. Чтобы увидеть клон, мы должны сказать, пожалуйста, помести наш клон на Workspace, чтобы мы его могли увидеть. А так как клон клонирует буквально все свойства нашего объекта, то этот клон должен находиться либо внутри собаки клонированной, если у нее стоит признак Anchored, что ей нельзя двигаться. Если этого признака нет, а у нашей собаки этого признака, конечно же, нет, то другая собака должна появиться где-то рядышком. Ну, давайте, чтобы было понятно, переменную я назову как-нибудь ближе и понятнее к слову собака. Dog. Вот я пишу до, видите, красный цвет, это я случайно использовал ключевое слово, которое использовать нельзя для названия переменных и названий функций. Мы про это еще будем говорить. Давайте я напишу Dog. Здесь тоже напишу Dog. Dog. Запускаем. У нас должна собака удачно склонироваться. Быть там же или рядышком. я уже вижу, что две собаки у нас. Почему они вот так рядом? Потому что физический движок нашего... Кстати, ребята, кто может сказать, почему одна собака худая, а вторая толстая? Напишите в комментариях, пожалуйста. Так. Дело в том, что физический движок, если, ну, наверное, многие знают, если одна деталь находится внутри другой, то Роблакс ее выталкивает наружу. Вот. Так у нас и произошло, что собака вытолкнула свой клон. Причем еще один вопрос тоже для умных. Кто из этих двух собак с одинаковым именем оригинал? Так, я показываю, какая более толстая, какая более худая, а какая клон? Кстати, классная. Так, ну, это тоже для комментария. Так, чтобы нашу собачку клона отличать, уже могли не только умные комментаторы, ну, точнее, не то, что умные, опытные комментаторы, а чтобы все, все кто угодно, мы сделаем вот так. Давайте, я повторю то, что на прошлом уроке делали. У нашего дога есть тоже имя, у оригинала. Давайте к оригиналу, к имени оригинальному прибавим такое название. Клон. В тексте вы можете русские буквы использовать, но потом могут быть проблемы с некоторыми функциями, поэтому я предлагаю всех NPC-шек и так далее называть пока английскими буквами. Так, что же происходит? Как сработает вот эта строчка? Что сделает наш Роблокс? Он видит, что мы в переменную, в свойства нашей новой клонированной собаки в имя хотим что-то занести. Сначала наш Роблокс ищет. Он ищет вот, нашел собаку, потом нашел ее свойство имя, окей, помните какое имя, дога. Две точки, это склеивание двух строчек. Имя всегда строчка. Представляете в голове, что оно всегда в кавычках. Дога в кавычках. Точка-точка это означает склеить две строки. Добавляем клон. Запустим. Надеюсь все получится. Здесь не получится, но придется... Нет, получилось. С русскими буквами все нормально. Я жду, когда полноценно русский язык будет добавлен в Роблокс. Там только заготовки пока появились. Так, ну теперь мы видим кто у нас клон, кто не клон. Окей. Что еще можно сделать с нашей собакой? Нашей собаке можно новую позицию задать. А, кстати, я вот эту строчку закомментировал, но мы уже с вами посмотрели. Я запускал игру, и когда я родителя не задавал у клонированной собаки, у нее не было родителя. Вот этой строчкой мы могли бы напечатать в окошко Output, посмотреть, есть родитель уклона или нет. Мы бы там увидели, что у него родителя нет. Там было бы слово Nil. Про Nil мы еще будем поговорить в кучу уроков. Вы поймете, что это такое. Пока можно понять, что Nil это пустота, ничего. Так, я хотел что-то еще с доком сделать. урок у нас почти закончился. Мы еще сейчас для домашки научимся создавать инстанции, создавать объекты из пустоты. Так, док. Вот, ребята, у нашей собаки нет напрямую позиции. Вот, смотрите, открываем док. Открываем свойства док. Видите, у док никакой позиции нет. так как это у нас NPC-шка гуманоид, мы должны найти его в гуманоид rootpart и вот там уже будет позиция. Ок. Пишем док. И видите, нам редактор роблокса, роблокс студио, не может подсказать, потому что мы одну собаку склонировали в другую и роблокс, ну редактор, пока мы не запустили игру, он же не знает, что здесь собака у нас клон находится, поэтому он мне не подсказывает, какие названия подсказывают. Я себе открыл вот здесь в эксплорере и поэтому могу спокойно посмотреть как шпаргалку. Так, ну здесь position присвоить. Так, ну а в position помните, что там всегда три значения, поэтому vector, точка, view, вот эти вот штуки, кроме new, у меня рассмотрены в уроке про c-frame. Но мы в новой серии уроков мы про это конечно еще вернемся, попроще все это объясним. new и давайте значение я пишу по x 0, по y пусть 20 будет, по глубине 0. Ну и все. Где-то над желтым моим блоком, он у меня по координатам 0 на 0 находится, где-то над этим желтым блоком должна появиться, не появился наш клон. Так, 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 можно вот так еще сделать. Кстати, не просто так сделать, нужно так и делать. Родителя клону добавлять в самом конце. Так, я просто о, RART. Ну конечно, я ж молодец. Если бы у меня было окошко включено output, я бы сразу увидел. Давайте включаю и сразу вижу ошибку. Мне говорят, это из предыдущего запуска еще ошибки остались. Гуманоид root rart конечно rart part position Но все равно давайте я расскажу про эту строку. Сейчас у нас в этих строках наш клон находится в пустоте. В ниловой пустоте. И пока он там находится, очень хорошо добавить ему имя, добавить ему координаты, добавить ему какое-то ускорение, чтобы он например летел в какую-то сторону. Про ускорение мы будем говорить в ближайших уроках, потому что это прикольно. Сейчас мы это не будем рассматривать. Итак, здесь мы подготовили собаку, дали имя, установили позицию и только потом мы нашего клона выставляем на workspace. Уже готового. Если бы мы так не делали и у нас таких настроек было бы много, строчек например 10, потому что у нашего NPC-шки много, что можно устанавливать, например, анимацию какую-то там включать или еще что-то, то дело в том, что скрипт у нас выполняется по одной строчке. Например, смотрите, мы сделали клона, разместили его на workspace и эта строчка выполнилась. Он у нас появился бы рядом со своим оригиналом и вот эта строчка дала бы нашему клону имя оригинала плюс клон, но позиция еще неверная. Мы бы увидели на мгновение, что собака клонированная здесь, а мы-то хотим, чтобы она здесь появилась. Поэтому настраиваем нашего клона и после этого только добавляем его родителя. Надеюсь, собачка сейчас появится и мы перейдем к заключительной части урока. Очень простой. Действительно, раз по координатам 0,0,0, по умолчанию, если у меня нет спавн-точки в роблоксе, помните, где эти спавн-точки? Так, нет, вот она у меня такая маленькая. Если я ставлю этот спавн, то у нас, если он у нас один, по умолчанию, сразу игрок начинает в нем появляться. Но вот такого спавн-точки у нас нет, поэтому он появляется по координатам 0,0,0. А, это я при запущенной игре сделал. Слава богу. Так, возвращаем назад. Итак, с клонами мы разобрались. Если вы хотите склонировать какой-нибудь лучик, давайте вот здесь вместо дога запишем не дога, а, например, Rainbow. Ray1. Посмотрите, что у нас теперь произойдет. что-то не произошло. Что-то пошло не так. Workspace Rainbow. Так, опять включаю. Зря. Я выключаю это окошко, потому что оно много занимает. Так. А, конечно. У нашего луча нет гуманоид root part. У нашего луча можно... Так, давайте я это скопирую. У нашего луча сразу же есть позиция. У него нет гуманоид root part. Если вы посмотрите, можно просто сразу скидать. И уклона нашего луча есть сразу позиция. Так. да, вот он лучик наш склонировался. Причем клон не раскрасился. как его оригинал. И заметьте, как здорово. Мы заносили того, кого хотим клонировать в переменную док, а потом делали какие-то манипуляции над ними. Это здорово. Если мы хотим склонировать кого-то еще, мы просто меняем здесь путь. клонировать. Давайте я все на собачку верну назад. Потому что симпатичный. Все. Теперь не обращаем внимания на нашего дога. Все работает. Давайте попробуем я такую полоску сделал из комментариев, чтобы отделить наш текст. Давайте теперь будем создавать объект. Давайте посмотрим на Explorer. Какие у нас есть объекты. У нас есть всякие лучи. На самом деле это парт. Помните, да? И дога у нас тоже состоит большей части из партов. Baseplate у нас тоже парт. Есть еще различные объекты в нашем Roblox не парты, но все они являются у всех один и тот же предок. У вас кто предок? Как вы думаете? Вы от обезьянки произошли? Или вас создали? Клонировали? Например, представляете, что наш мир это Roblox. вот такой бог сидит и говорит О, создал-ка я клевый place. Называется земля. Можете в комментариях свои мысли написать. Ну, почему вы и нет? Смотрели фильм матрица? Например. Если нет, то посмотрите первую часть. Так, ну давайте не будем углубляться про предков. Я хочу сказать, что есть такая штука instance. instance. вот это есть предок всех 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 объектов в нашем Roblox. Так, и мы можем создать новый .new дальше подсказывает Roblox Studio что мы можем string well значит мы должны строчку в кавычках здесь написать. А вторым параметром написано можем сразу родителя указать где появится. Ну, родители обычно мы пишем game workspace. Давайте не будем писать пока родители. Давайте будем по схеме с этой собачкой делать. я здесь не могу написать doggo видите мне нет подсказки мне здесь сразу подсказывают какие же есть у нас какие есть вообще у нас объекты которые мы можем склонировать давайте мы будем детальку клонировать вот part part если мы так оставим строчку то она из пустоты создастся и будет из ничего создастся и будет в ниловой пустоте болтаться как наша склонированная собака поэтому давайте мы чтобы иметь какой-то доступ даже к той детали которая непонятно где болтается мы должны ее в переменную занести вот она здесь создалась ссылка на нее жить переменной p давайте имя тоже сделаем . мемы какие-то старые я я сделал так и давайте мы разместим у меня уже есть заготовка с позишн копируем пишем название переменной так а позицию ну давайте левее немножко минус 10 чтобы у нас появилась деталька и давайте посмотрим кстати будьте внимательны координаты 0 0 0 на самом деле находятся внутри нашего бейсплейта бейсплейт от деталька у нее тоже есть толщина некая толщина вот давайте посмотрим сколько у нас бейсплейта толщина или же или же они здесь не так делают так size да написано толщина 20 стадов ну окей так что в глубину она 20 стадов так что иногда если вы не делаете вот такую строчку у вас может позиция быть странная например внутри какого-то объекта и вы свой объект созданный не можете найти где он находится не теряйтесь не пугайтесь сразу идите в explorer ну во-первых смотрите в output окошке чтобы не было у вас ошибок идете в explorer и смотрите есть у вас эта деталь или нет так ну я вот не вижу не вижу наши детали где же я сделал ошибку ошибку я сделал ага ну я родителя забыл добавить конечно в пустоте это у нас где-то есть а в explorer у нас не появилось и как всегда как я советовал в конце только родителя добавляем наши детали кстати смотрите я здесь написал workspace это сокращенное вот таком написании но здесь workspace с большой буквой game workspace можно писать просто workspace сразу подразумевается что вот это хорошим тоном считается писать game workspace не знаю я для себя хороший тон надеюсь деталь где-то левее появится вот она появилась наша деталь у нее не указан цвет у нее не указан материал она всегда из серого пластика так давайте посмотрим как можно изменить материал ну точнее у меня домашка уже записана домашка пятая что же нам нужно сделать создать инстанс шара то что мы сейчас сделали с вами только по умолчанию создается всегда брик кирпичик материал нужно сделать неоном цвет цвет вы умеете сделать белый сделать достаточно клонов нашей созданной детали инстанса клонируем уже нормально покрашенные и так далее и размещаем их в воздухе в виде сердечка ну похоже на сердечко правда можно сделать так еще больше добавить немножко детали немножко сердечко покрасивее сделать чтобы оно было похоже больше на сердечко вот такое простое задание давайте единственное попробуем сейчас посмотрим как же у нас создаются детали вот во-первых внутри детали деталь my part это желтая давайте смотрим какие у него есть свойства так у него есть форма блок какие могут быть еще формы болт брик цилиндр болт это шар блок это кирпичик цилиндр это цилиндр в домашке я вам говорю что нужно сделать шар понятно и где у нас еще материал на букву м ага ага и я все равно не вижу материал вот он материал пластик тоже смотрим какие могут быть варианты вам нужно сделать неоновым чтобы он светился красиво так ну наверное все единственная подсказка что давайте я покажу можно материал двумя способами сделать хотя давайте ладно я вам покажу пример все таки бумажку делать так буматериал присвоить можно попробовать вот так давайте попробуем есть там такой материал или нет я поспешил я все названия материалов не помню да 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 есть такой материал все у вас получится так ну давайте я покажу как профессионалы делают они не пишут они не пишут вуд текстом они пишут вот так и на точка материал точка и здесь уже находят то что им надо например вуд вот окей то же самое для 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 шейпа шейп это форма переводится на русский язык давайте посмотрим есть ли у нас инам для шейпов нам точка так так нет part type да вот так можно и например блок вот у нас сейчас такой был поэтому в домашке в домашке используйте либо текстом либо вот используйте тип детальки которые мы создаем ну и вы сами догадаетесь куда это присвоить домашка очень простая что ж на этом все ставим лайки подписываемся рассказываем друзьям вк подписываемся потому что там можно и домашку выложить решенную найти тех с кем вы можете вместе делать игру на этом все пока пока Продолжение следует...